книга открытым оком том 3 тема политика вопрос 1159 хотелось бы знать ваше отношение к недавно почившему владыке санкт-петербургскому иоанну снычеву отвечает игнатий тихонович лапкин моим отношением кому-либо вы проверяете сами себя или испытываете меня провоцируя на ответ не схожие с общепринятым мнением запомните что в своих ответах я руководствуюсь только священным писанием и своей совестью я постоянно повторяю цитата для меня вообще нет авторитетов и если мое мнение будет единственным вопреки общепринятому то меня это нисколько не смущает константин душенов и его сотоварищи судя по публикациям в газете рус православная в кавычках ускоренно подготавливает канонизацию господина снычева когда появились первые публикации митрополита иоанна в душе моей все насторожилось и я стал искать все что он говорил и я заявил тогда сразу же вовсе услышание что он быть может самый опасный среди всех архиереев московской патриархии самый коварный он принесет вреда больше всех в дальнейшем стали появляться его патриотические книги я встретился с его почитателями и утвердился в первоначальном мнении о нем он говорил о возрождении россии о возможности остановить крушение все слова правильные но нигде ни разу и по сей день я не встретил слов с его раскаянием о том как он стал митрополитом при прямом участии безбожных властей он законченный сергиянец в кавычках сергиянство в кавычках это огромное страшное черное предательство церкви христовой предательство мучеников христовых сгинувших в гулаге и даже более того он оправдывает царство иуд в рясах царство при освященных каинов он отвлекает силы тех кто действительно хотел бы принести пользу россии он хотел чтобы все это делалось только под руководством блудницы сидящий на багряном звери он умер беспокаянном на приеме у мирских властей все они уже на том свете и все умерли внезапно не успев сказать даже в кавычках господи прости согласно слова божия такие люди не имеют практически никакой надежды на спасение а его проталкивают во святые безумная юродивая русь гниющего в проказе объявляет благоуханном торгующим невестой христовой отдающим ее на панель похотливым халдеем рисует нимб вместо заслуженной ими петли господи изгладь и память о них в народе твоем